Каждый ли понимает, насколько бесценна человеческая жизнь? Жизнь наших любимых, близких, детей, да и просто посторонних людей. Есть в жизни обстоятельства, в которых люди теряют своих родных и близких, и они выше человеческих возможностей. Но есть ситуации, когда мы можем повлиять на состояние здоровья. В этом нам помогают врачи. Когда терапевтические методы неэффективны, применяется метод оперативного вмешательства. И здесь огромное значение имеет не только высокая квалификация хирурга, но и анестезиолога, врача, который проводит анестезию во время операции. А есть ситуации, когда жизнь пациента висит на волоске, и без особой помощи он не выживет. Тогда помогают реаниматологи. Профессию анестезиолога-реаниматолога нельзя назвать легкой, но в то же время она может стать действительно призванием человека. Безусловно, главным плюсом этой профессии является спасенная жизнь пациента. Сегодня расскажем о реанимационно-анестезиологическом отделении Центральной медико-санитарной части 31 Новоуральска, которому в этом году исполнилось 50 лет. Лучшее среди закрытых городов. Одно из лучших в Свердловской области. Таким было со дня своего основания и остается реанимационно-анестезиологическое отделение медсанчасти. В 1968 году на базе хирургического отделения впервые открыт пост медицинской сестры-анестезиста. 1 марта 1969 года был издан приказ номер 605 Министерства здравоохранения СССР об организации отделения анестезиологии и реанимации. С этого момента и начинается славная история развития реанимационной и анестезиологической службы в Новоуральске. Начиная с 2016 года отделением руководит Александр Бавенков, врач-реаниматолог-анестезиолог высшей категории. Служба была сформирована под руководством 1-го заведующего отделения Кузьмина. Долгое время практически бессменной была старшая медицинская сестра отделения Щербакова Людмила Ивановна. Очень долгое время заведующим отделением до 2016 года был Коваленко Владисаркаевич. С 2016 года заведующим отделением является Ваш покорный слуга. Отделение реанимации рассчитано на 12 коек и разделено территориально. Есть так называемая терапевтическая реанимация и хирургическая. Каждая по 6 коек. Помимо этих коек еще есть фактически 12 рабочих мест врача-анестезиолога. Это операционный хирургического корпуса, гинекологическое, экстренное операционное, плановое хирургическое операционное, операционное септическое, операционное лор-отделение, операционное центро микрохирургии глаза, операционное эндоскопическое, роддом. Значит, нашими врачами, а их 12 врачей, оказывается как экстренная, так и плановая анестезиологическая помощь. Мы обеспечиваем всю оперативную активность качественным, адекватным обезболиванием. Помимо обезболивания, специалисты РАО, как называют отделение, осуществляют мониторинг жизненно важных функций человека. За год через отделение проходит до полутора тысяч человек. Если говорить о таких показателях, как эффективность работы и нагрузка на отделение, необходимо сказать то, что, например, по госпитализациям за месяц процент переуполнения плана, установленного нам, доходит до 160%. Значит, с введением с некоторых пор требований обязательной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистой патологией, с острыми и неотложными состояниями в неврологии, вот это количество больных резко увеличилось. Соответственно, увеличилась и нагрузка на медицинский персонал. Говоря о медицинском персонале, можно отметить, что это действительно уникальные люди. Случайных здесь точно нет. Из 12 врачей только три доктора молодые. Им вокруг 30 лет. Остальные значительно старше. Но их преданности однажды и навсегда выбранной профессии можно только позавидовать. К примеру, Владислав Аркадьевич Коваленко, много лет руководящий этой службой. Вся его жизнь прошла здесь, в РАО. Я был участник девяти юбилеев, а сейчас отделению грозит десятый юбилей. Вот когда я пришел в отделение, до меня были, тоже были, не на пустое место. Здесь были две палаты, раз и два. И внизу была ординаторская приемная покоя. И все, другие помещения подсобных никаких не было. Вот. И заведующий был, до меня было трое заведующих, они по году примерно были, заведовали отделением. Я эту должность принял в 1972 году и 43 с половиной года был бессменным заведующим. Ну, отделение у нас быстро и бурно развивалось, как и все молодые службы. В то время оно считалось молодой службой, потому что было создано приказом министерства в 1969 году. Было на очень хорошем счету отделение. Ну, достаточно сказать, что консультанты, которые приезжали со стороны из Москвы, например, из Ленинграда, из столицы, считали, что это одно из самых лучших отделений в стране. Так, так говорили. А наши товарищи, которые нас курировали, свердловчане, в частности, главные анестезиологи. Вот. Я проработал при двух главных анестезиологах. Они тоже подолгу работали. Один еще сейчас продолжает работать, хотя в моем возрасте тоже находится. Они считали наше отделение самым лучшим в области. Во времена Советского Союза отделение реанимации всегда получало самую современную аппаратуру. Здесь начинали использовать новейшие технологии обезболивания. Здесь доктора постоянно учились у самых лучших специалистов области и Союза. Такая хорошая, я сказал бы, сытая жизнь. Сытая не в том плане, что мы хорошо зарабатывали, а сытая в том плане, что мы были хорошо обеспечены. Она продолжалась на протяжении всех лет советской власти, пока она существовала. И, ну, можно сказать, первый небольшой период, когда город стал, ну, как бы немножко отделился от страны. Тогда все отделялись, а медицинская часть отделилась от здравоохранения, от третьего главного управления. И нам за этот период тоже поставили кое-какое хорошее оборудование. Были даже такие интересные нюансы, когда начальник уезжал куда-нибудь на курсы, то мы без него сами через руководство завода, действуя через руководство завода, что-нибудь здесь перепланировали и переделывали в течение месяца. Когда он приезжал, он всегда был рад увидеть что-то новое. Древние римляне говаривали «Дивинум опус Сидары Далорам», что значит «божественное дело успокаивать боль». Жители величайшего государства античности знали толк в медицине и уже тогда высоко ценили тех, кого сегодня называют анестезиологами-реаниматологами. Именно на долю этих врачей выпадает благородная миссия не только спасать жизни, но и избавлять людей от страданий. Давайте честно признаем, об анестезиологах-реаниматологах мы знаем очень мало. Даже само название специальности многие видят в таком варианте впервые. Чаще мы уверены, что есть некий врач-анестезиолог, который нужен для того, чтобы сделать наркоз. Да при том, что нередко, несмотря на грамотную работу специалиста, болезнь приобретает неконтролируемый характер, и пациент, независимо от диагноза, может впасть в критическое состояние. И чем бы он ни болел, тот единственный, кто будет его спасать – это реаниматолог. И лишь когда он стабилизирует больного, выведет из критического состояния и восстановит механизмы ауторегуляции, за пациента вновь возьмется лечащий врач. Вот и получается, что, несмотря на привычное мнение обывателя, анестезия – лишь небольшая часть работы анестезиолога-реаниматолога. Конечно, в хирургии без анестезиологов не обойтись, ведь любая операция предполагает воздействие агрессивными хирургическими методами, при которых пациент находится в критическом состоянии и просто не выживет без защиты анестезии. Времена меняются. Меняются и веяния в медицине, стандарты оказания помощи, приоритеты, лекарства, финансирование. Однако, несмотря на пресловутую оптимизацию, здесь продолжают внедряться и оказывается действительно высокотехнологичная помощь. Благодаря таким технологиям удается быстрее поставить человека на ноги и избежать осложнений. Речь идет о тромболизисе – методике, применяемой при лечении острых состояний в неврологии и кардиологии. Тромболизическую терапию, связанную с кардиологической патологией, мы делаем очень давно. Тромболизис мы проводим по показаниям, по временным факторам и с отсутствием противопоказаний, которых очень много. Но мы это проводим уже больше 10 лет. А в последние два года, или два с половиной даже года, мы выполняем тромболизическую терапию при инфарктах миокарда. В чем смысл этого высокотехнологического лечебного процесса? Мы растворяем специальными препаратами тромбы, которые образуются на стенках атеросклеротических бляшек. Но для того, чтобы получить такое лечение, нужно вовремя приехать в больницу, обратиться за медицинской помощью. Собственно говоря, большая часть населения, благодаря телевизионным передачам, знает, что при каком симптоме нужно делать. Но есть такие люди, которые сидят дома, и когда мы спрашиваем, отчего же вы так поздно приехали, они говорят, мы думали, что с нами. Я каждый раз говорю, что думать – это не ваша забота. Вам нужно обратиться за помощью, а медицинские работники все это сделают. В этом году, сейчас закончился уже март месяц, за первые три месяца мы сделали тромбоэлитическую терапию при инсультах, при ишемических уже четыре. То есть это очень хорошие показатели тромбоэлитической терапии и результаты очень хорошие, с хорошим восстановлением функций неврологического дефицита. Поэтому, в общем-то, я считаю, что мы большие молодцы. Благодаря нашему ведущему в городе неврологу Ирине Евгении Шубиной у нас все это делается. Ольга Ароновская – удивительно мягкая и приятная в общении женщина. Врач. Кто скажет, что почти 32 года она спасает жизни? Она ведет ежедневную схватку со смертью. Она лечит. Я иногда думаю, что я, наверное, даже не солдат, а генерал в женском образе. Да, потому что я очень требовательная, люблю, когда все четко делают и всегда жду результата. То есть в жизни как и при анимации, да? Да. А в жизни все очень сложно, потому что мы большую часть жизни вообще проводим здесь, в больнице. Потому что вот я лично работаю на две ставки. Поэтому на свободную жизнь у меня остается крайне мало времени. Ну, его практически нет. То есть вы здесь живете? Мы здесь все живем. Большая часть врачей здесь вообще все здесь живут. Как и медицинские сестры, между прочим. Мы очень благодарны пациентам, которые осознают, что им спасают жизнь. Те, кто заботятся о своем здоровье и понимают, что для них делают медицинские работники. Таких мало, как я понимаю, сейчас. Такие есть. А это экстренная лаборатория. Работа здесь не прекращается ни на минуту круглые сутки. Непонятные приборы, непонятные пометки, слово. Все очень интересно. Надо сказать о том, что в состав нашего отделения входит достаточно редкое на сегодняшний день подразделение, как, например, экстренная лаборатория. Кстати говоря, в составе экстренной лаборатории, которая, опять же, в моем подчинении находится, работают два врача-лаборанта. Это помимо 12 они еще? Это помимо. И самое главное то, что без экстренной лаборатории нет фактически отделения анестезиологии реанимации. Понимаете, в чем дело? Мы поставлены в такие условия, что данные о параклинических исследований должны давать информацию врачу каждые пять минут. И это позволяет именно наличие экстренной лаборатории в составе отделения анестезиологии реанимации. Хотя экстренная лаборатория, работая в круглосуточном режиме, обеспечивает фактически всю местную часть необходимой информации в виде выполнения тех или иных анализов. Минута за минутой здесь проводятся исследования жизненно важных показателей организма. Они необходимы врачам, чтобы оценить состояние пациента, назначить или скорректировать лечение. Сутки проходят около, ну когда как, когда 70, то есть не скажешь, каждый день по-разному. Все зависит еще от сколько у нас пациентов будет в реанимации находится, ну и сколько пациентов обратиться в приемный покой. Конечно, наша работа, считаю, она немножко отличается от плановой лаборатории, потому что нам надо сделать это все быстро. То есть там все запланировано, они идут, поток этот больной, поток исследований. А то есть, а у нас мы работаем, можно сказать, с колес. Принесли быстро, сделали, отчитали, все, это все делаем быстро. Конечно, эта служба очень нужна, потому что в реанимации она не может ждать. То есть, когда поступает пациент в реанимацию, нам, им надо, врачам надо быстро оценить его состояние. И мы, конечно, их правая рука, главные помощники для того, чтобы оценить правильное состояние. Я не говорю, что с одним мы, конечно, еще другие подразделения, параклиника, это и УЗИ, и компьютерная томография. Но мы тоже являемся несоставной частью того, чтобы правильно поставить диагноз. Одно из достоинств профессии анестезиолога-реаниматолога – это постоянное самосовершенствование и самообразование, что всегда хорошо. Тем более, современные технологии дают большие возможности роста для специалиста, состоятся как профессионал именно на этом поприще. Профессия – одна из самых стрессовых среди всех врачебных специальностей. Реаниматолог возвращает к жизни пациента, находящегося на волосок от смерти, например, в коме или после тяжелой травмы. Присутствие врача-реаниматолога-анестезиолога требуется при проведении операций. Причем, чем сложнее операция, тем более квалифицированного специалиста на нее назначают. Он должен не только выбрать и провести обезболивание. Реаниматолог отслеживает состояние больного в течение всей операции и при необходимости должен быть готов провести реанимационные мероприятия. В отделении реанимации три круглосуточных поста в терапии и хирургической реанимации. Плюс в больнице круглосуточно дежурит экстренный врач-анестезиолог. Нагрузка огромная. Количество пациентов, которые проходят через наше отделение, до полутора тысяч в год. Количество анестезий, которые выполняются в течение года, около пяти тысяч. В чем наша задача, как анестезиологов и реаниматологов? Задача в том, чтобы в критических ситуациях любое заболевание, оно может осложниться развитием того или иного синдрома. В лечении которого обязан принимать участие врач-анестезиолог-реаниматолог. До того, когда ситуация эта выйдет из стадии критической. Главные помощники врачей, реаниматологов, анестезиологов – медицинские сестры. Таких профессионалов сложно найти где-либо еще. Действительно, можно с уверенностью сказать, они умеют делать все в любой сфере медицины. Кроме того, в отделении реанимации существует преемственность кадров. Опытные сестры обучают новопришедших. Растят кадры, словом, это настоящая система наставничества. Моим наставником была немтина Зоя Алексеевна. Это старшая медицинская сестра, которая отдала медицине 50 лет. 49 из них – это отделение анестезиологии и реанимации. И справив юбилей свой, мы ее проводили на заслуженный отдых. Очень я ей благодарна за полученные от нее навыки в работе и знания. Та атмосфера, созданная ею в коллективе, она, конечно же, сохраняется. Но жизнь не стоит на месте. И появляются какие-то новые требования, новые технологии, которые уже я вношу в коллектив отделения. В медицину же идут люди работать, которые на это настроены. Ну, то есть, первый год работы. Я пришла после колледжа, учились сестра уже, то есть, мне было 19 лет. И, конечно, глаза были, а глаза боятся, руки делают. Главное – хотеть этого. Без желания работать в медицине не стоит. Теперь в ее подчинении 65 медицинских сестер. Большинство свыше категории – настоящие профессионалы своего дела. И плюс младший медицинский персонал, про которых тоже говорят. Надежные и опытные руки – помощники врачей и сестер. Вот такой вырос за годы работы хороший и грамотный руководитель. Кстати, в последние годы из филиала медицинского колледжа поступает много заявок на работу выпускников именно в этом отделении. Даже сформировалась небольшая очередь из желающих, потому что начинают искать достойные кадры еще во время учебы. Я долгие годы работала в нашем медицинском колледже. И во время своей работы я подбирала, вела анестезиологию и аниматологию в курс. И подбирала, конечно, в свое отделение кадров. Присматривала их, смотрела, насколько они активны, насколько они знают свое дело. И очень много людей, которых я подобрала, сейчас работают у нас в отделении. В данный момент Анастасия Анатольевна, которая пришла на молодым специалистам и выросла до старшей медицинской сестры. Наш коллектив дружный и сплоченный. Не теряется его оптимизма даже в стрессовых ситуациях. С ним легко и комфортно работать, что немаловажно. Каждый человек – это индивидуальная личность, которая носит свой вклад в наше общее дело. Своей способностью люди создали не только трудолюбивый, но и веселый коллектив. Поэтому наши будечные дни не являются такими обыденными, они являются яркими и интересными. Молодых врачей в отделении застать не удалось. Все, как говорят, в бегах. Кто-то на экстренном дежурстве, в операционной, кто-то в приемном покое, кто-то в других отделениях. Три молодых доктора-реаниматолога «Надежда» и «Будущее» РАО. Специальность интересная, трудная, ответственная. Количество врачей, которые оканчивают ординатуру в Академии города Екатеринбурга, в среднем где-то человек 10 в год. Но, учитывая потребность в анестезиологах-реаниматологах по области и городу Екатеринбургу, в общем-то, есть значительный дефицит врачей данной специальности. А вот что будет, когда старожилы отделения уйдут на заслуженный отдых? Им никто не напоминает о возрасте. Если есть желание и силы работать, здесь этому только рады. Тем более, что таких профессионалов больше не найдешь. К примеру, недавно врач Надежда Петровна Милованкина отметила свой 80-летний юбилей. Уважаемая Надежда Петровна, сердечно поздравляю вас с юбилеем, желаю вам доброго здоровья, благополучия и счастья. Мы вас поздравляем. Держите. Желаем, прежде всего, здоровья и продолжительной трудовой деятельности еще. Надежда Петровна, это вам подарок от коллектива. Мы вас очень любим. Здоровья вам. Самое главное – здоровья. Профессия реаниматолога-анестезиолога тесно связана со всеми разделами медицины. Она требует глубоких знаний и безукоризненных практических навыков. Их работа, как правило, продолжается 24 часа в сутки и так всю жизнь. Врачи реанимационного отделения говорят, что редко слышат благодарность от своих пациентов. Иногда люди, которые прошли через реанимацию, где им в буквальном смысле спасли жизнь, переходят на другую сторону улицы, чтобы не здороваться с врачом и не смотреть ему в глаза. Наверное, их можно понять, ведь пребывание в таком отделении хочется вычеркнуть из памяти, забыть, как страшный сон. Однако разве можно не испытывать чувство благодарности за спасенную жизнь? Хочется пожелать этим людям достойные зарплаты. Пусть больше ночей они проводят дома. Пусть будут лишь спасенные жизни. Пусть всегда они одерживают победу над смертью. И пусть будут у них только благодарные пациенты. Благодарные за священный невидимый труд, за самоотверженность и преданность самой благородной на Земле профессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова